Реалми GT Neo Гораздо ниже В Китае был объявлен ценник 275 долларов, но для нас с вами это недостижимая цена, мы же не в Китае На Алиэкспресс за него сейчас просят 300 баксов с небольшим, причем версия с цветными переливами стоит почему-то дешевле, чем металлик и черный цвет Че за цветная дискриминация, китайцы? Расизм, так нельзя Так, это у нас подарочек от продавца, проводные наушники, понятно, что дешевые, но даже мой дед знает, что на халяву и бублик круассан Размеры коробки удивляют, давно я не встречал смартфонов с такими карабасами И да, не переживайте, распаковкой мы с вами сегодня не ограничимся Я не зря терзал его почти неделю, это будет полный, сочный, жирный обзор Кстати, подвох тут тоже есть, сейчас все расскажу Так, во-первых, у нас имеется чехол, вот такой прозрачный, мягкий, это хорошо Далее кабель, ну это понятно, без него никуда, но где же зарядка? Нету Да ладно, это же не Apple, Realme всегда комплектуют смартфоны мощными адаптерами Вот и на этот раз получаем такую увесистую шнягу на 65 ватт И когда я извлек смарт из транспортировочной пленки, я сразу понял, что если бы я покупал его не для съемок, а для себя То надо было бы брать черный или серебристый цвет Потому что вот этот радужный вариант, ну это что-то такое детско-цыганское непонятное Да, видать я тоже расист, по крайней мере в отношении смартфонов Под разными углами он переливается то бирюзовым, то золотистым, то розовым и еще кучей оттенков Не, ну когда мне было лет 5, я бы конечно оценил, но в мои 5 лет я мог оценить разве что радужные переливы на мыльных пузырях А еще эта зеркальная полоска, ну такое Хотя ваше мнение может быть совершенно другим, это же цвета и вкусы, а они как известно не спорят Смарт облачен в полностью пластиковый корпус, на материалах тут явно экономили Но собран он при этом хорошо Чехол, вот что его спасет Какой-нибудь матовый чехольчик с Алиэкспресс решит все проблемы Но есть и плюс, размеры и вес Ребят, 179 грамм и противники огромных лопат торжествуйте, вот он рядом с Poco F3 GT Neo ощутимо меньше и удобнее И да, на протяжении всего видео я буду проводить параллели между этими смартфонами Потому что GT Neo для некоторых из вас может стать реальной альтернативой Было бы конечно неплохо устроить классическую битву между ними с начислением баллов, ну как обычно Но я вынужден был отказаться от этой затеи и позже объясню почему А пока пробежимся глазами по корпусу Кнопка блокировки справа, громкость и сим-лоток на левом торце Карты памяти не поддерживаются, только две сим-карты Сверху скучает вспомогательный микрофончик Снизу динамик Type-C, основной микрофон и джек 3.5 мм, которого кстати говоря нет в Poco F3 Фронтальная камера смещена в левый угол экрана, вокруг объектива есть черное обрамление Не будь которого фронталочке смотрелось бы куда более аккуратно Сам дисплей имеет диагональ 6,43 дюйма и естественно Full HD+, матрица Super AMOLED К цветопередаче вопросов нет, все хорошо, приятный экран По запасу яркости он совсем немного проигрывает дисплею Poco F3 Но насчет этого можно не беспокоиться, на улице экран читается хорошо Максимальная частота развертки 120 Гц и тач на 360 Гц Единственная претензия, нет функции димминга Завезут, не завезут, непонятно, но сейчас вот так Коэффициент пульсации не выходит за пределы 10% на яркостях от 100 до примерно 60% А вот на более низких яркостях коэффициент резко растет И своего максимума в почти 160% он достигает на яркости примерно 30% Вот такие дела Полноценный настраиваемый Always-On Display на месте сканер отпечатков в экране Да, сейчас тренд на боковые сканеры, да, они быстрее Но я имел почти двухлетний опыт использования Mi 9T с экранным сканером И скажу, что это решение тоже имеет право на жизнь Кстати, в Realme GT Neo сканер более шустрый, чем в Mi 9T Вот только расположен он слишком низко, нужно привыкать Стоковая звонилка поддерживает запись разговоров Вибра линейная, приятная, недешевая Датчик приближения нормальный, оптический Звук в наушниках ничем особенным меня не порадовал Кстати, после отключения Dolby Atmos он звучит немного лучше Стерео на месте по сравнению с Poco F3 Звук чуть громче, но в то же время он более высокочастотный Я, конечно, попробую показать, но вряд ли вы услышите разницу через YouTube Но самое интересное, это внутряночка GT Neo стал первым смартфоном, получившим чипсет Dimensity 1200 Рассчитанный на использование в относительно недорогих, но очень производительных смартфонов Которые сейчас в тренде Чипсет 6-нанометровый, и он включает в себя ударное разогнанное ядро Cortex-A78 Которое выдает до 3 ГГц У него на подхвате еще 3 аналогичных ядра с частотой 2.6 и 4 слабых ядрышка Cortex-A55 отвечают за обработку повседневных задач, где не нужно особо напрягаться и тратить много энергии Вопрос обработки графики возложен на ускоритель Mali-G77 MC9 Конечно, имеется интегрированный 5G модем и Wi-Fi 6 А вот оперативная память LPDDR5 этим чипом не поддерживается, судя по тому, что я вижу на официальном сайте только LPDDR4X Накопители UFS 3.1, это отлично И вот он сравнение скорости памяти с Poco F3 И как видите, Neo показывает более высокую скорость и на чтение, и особенно на запись Либо у него все же более быстрая память, либо Dimensity 1200 лучше работает с памятью, чем 870 дракон, либо все в комплексе А вообще смартфон доступен в таких модификациях 6128, 8128 и самая жирная версия 12256, это уже для самых неугомонных пользователей, которым всегда мало Как говорили в армии, нехваты, кто знает, тот поймет В бенчмарке дело такое, но я их всегда вам показываю для полноты картины Это результаты Antutu и, как видите, Dimensity 1200 настрелял даже больше очков А еще в шторке имеется режим GT Честно говоря, я так и не понял, в чем его суть На результаты бенчмарков он не влияет Не исключаю, что это чистейший маркетинг, оправдывающий присутствие автомобильной аббревиатуры Gran Turismo в названии смартфона А это уже пятый Geekbench, и здесь смартфоны выдали практически одинаковые цифры В многоядерном тесте разница составила вообще лишь одно очко В получасовом троттлинг-тесте Poco F3 на текущие прошивки показывал на корпусе в районе чипсета примерно 38 градусов В то время как Realme GT Neo разогрелся аж на 6 градусов больше Да, кочегарит он нехило, но и результат он выдал соответствующий По гипсам GT Neo сумел обойти Poco F3, у которого, как мы уже с вами знаем, весьма агрессивный планировщик По крайней мере, на текущем ПО В повседневной эксплуатации смарт, как принято говорить, летает Все происходит быстро и без малейшего тупежа Но такие аппараты часто рассматривают как доступное игровое решение Начал я с танков, которые не отличаются хорошей оптимизацией под ускорители Mali На максимальной графике играть можно, но все-таки проскакивали легкие фрезы 860 и 870 драконы лучше справляются с этой игрой Там вообще не придраться Но опять же, тут нужно задавать вопросы разработчикам самой игры Которые традиционно недолюбливают ускорители Mali Тоже какие-то железные расисты А ведь основная нагрузка в танках ложится как раз-таки на GPU Ядра CPU тут не особо напрягаются Спустя 40 минут танковых войнушек максимальный нагрев корпуса составил 44 градуса Далее я включил папки Игра позволяет выставить максимальную графику Ультра настройки, к сожалению, недоступны Сыграл одну карточку, вопросов у меня не возникло Максимальная графика идет хорошо Ну и самое тяжелое оставил напоследок Дядя Гена на очереди Максимальный графон Да, есть фрезы, здесь их не может не быть Ведь это сумасшедший Genshin Impact Но играть можно Я это делал целый час Температура на корпусе поднималась до 47 градусов Вот это было уже ощутимо пальцами FPS был... да, разным он был Смотря какая локация, какая динамика И 25 кадров, и 50 проскакивало Специально играл на максимальной яркости Для меня это еще то испытание Но после Poco F3, который принудительно сбрасывает яркость в играх Нужно было проверить этот момент И более чем за 2 часа непрерывного гейминга Яркость даже не шелохнулась В целом GT Neo годится для игр Но есть один нюанс Как обычно разработчики Realme залочили FPS в играх на 60 кадров и не выше Даже простые игрульки с поддержкой 120 FPS, которые для этого железо просто семечки, все равно идут в 60 FPS В итоге 120 герцовый экран в играх просто не может показать все свои возможности Это недостаток Одной из статей экономии в подобных смартфонах традиционно является камера И действительно, в дополнительные камеры здесь никто не вкладывался Получаем ненужное макро на 2 мегапикселя и простой ширик на 8 Такой же бюджетный, как в Poco F3 А вот основная камера получила 682 сенсор от Sony на 64 мегапикселя Сейчас я покажу вам три показательные локации при разном освещении Это вечер, но солнце еще не село И если посмотреть на здание, то может показаться, что Realme сделал более детальное фото Да и динамический диапазон вроде у него получше Но вы только посмотрите, как агрессивно работают алгоритмы слева В погоне за деталями софт попытался дорисовать то, что дорисовывать не нужно Зацените эту неестественную, как будто нарисованную обводку на крыше А что случилось с небом? Откуда эти адские шумы? Это случается не всегда, но иногда алгоритмы чудят не по-детски Думаю, это исправят Закат И снова видим абсолютно разную обработку Poco F3 не заморачивался и снял, как есть Realme постарался высветлить картинку Да, местами в ущерб детализации Но это такой чисто мобильный вариант обработки И действительно, на экранах смартфонов снимки с Realme GT смотрятся лучше и сочнее, чем у Poco F3 А ведь пользователи, как правило, не рассматривают и не кропают фотографии Так что в этом, наверное, и есть смысл Как считаете, какой вариант лучше? А это уже ночь Я немного подсвечивал автомобиль фарой своего скутера Фотки сделаны на автомате Я вам сразу скажу, не ищите здесь большой разницы Её тут просто-напросто нет Но! Вот ночной режим И здесь Neo на голову выше, чем Poco F3 По всей площади кадра наблюдаем превосходство именно слева Тут комментарии, как говорится, излишни А вот в лицевую камеру точно никто особо не вкладывался Она на 16 мегапикселей с диафрагмой 2.4 И на её фоне фронталка Poco F3 смотрится, конечно, гораздо лучше Это факт Съёмка видео В данный момент электронная стабилизация работает только в режиме 1080p 30fps Смартфон умеет снимать и Full HD, и даже 4K при 60 кадрах Но там нет стаба, к сожалению Это, конечно, минус Тот же Poco F3 умеет снимать стабильное 4K 1080p 30fps, съёмка против солнца Смотрим как... Вернее слушаем как записывается звук, сейчас посмотрим как отрабатывают автофокусы в каждом случае Сложные условия против солнца И хочу похвалить GT Neo за качественный звук Ну а теперь важный, да я бы даже сказал важнейший момент, который нужно учитывать, глядя в сторону GT Neo Эта модель рассчитана именно на рынок Китая И что это значит? А это значит, что не поддерживается 20-й бенд LTE Это не основная частота, у меня, например, 4G ловит без проблем, но есть и места, где 20-й бенд необходим И второй момент вполне решаемый Нужно потратить полчасика на первоначальную настройку смартфона С гуглами проблем нет Сразу ввёл гугл-аккаунт, мне лишь пришлось вручную установить маркет Я просто скачал АПК-шку маркета с ФОПДА и никаких проблем Хотя для самых ленивых продавцы на Алиэкспресс предлагают вариант с уже установленным маркетом на пару-тройку баксов дороже Далее я избавился от китайской клавиатуры, заменив её на привычную клаву от гугл, просто скачав её с маркета И, конечно, нужно почистить предустановленный китайский софт Это тоже не проблема, почти все ненужные нам китайские программки легко удаляются в пару тапов прямо с рабочего стола Есть несколько приложений, которые не показывают кнопку удаления В этом случае открываем ОП приложений и там уже появляется менюшка с кнопкой удалить Естественно, отключаем уведомления от китайского браузера и остальных программ, чтобы иероглифы не лезли в шторку Для работы NFC нужно, опять же, качнуть Google Pay или другой софт, через который вы расплачиваетесь и вперёд Короче, через 20 минут я получил нормальный смарт, готовый к использованию Здесь полная русификация, система мультиязычная А вот такой компромисс, придётся немного поработать пальцами Как говорит мой дед Без труда не станешь и учителем труда Но как ни крути, как ни колдуй, отсутствие глобальной версии автоматически лишает эту, да и любую другую модель популярности в наших странах, превращая смартфон в аппарат для узкого круга пользователей Именно поэтому я и не стал делать поединок между ним и Poco F3 Не в этот раз Эх, китайцы, вот любите вы сделать классный смарт и всех обломать, оставив его только для себя И пусть весь мир подождёт Хотя появилась информация, что GT Neo также выйдет на индийском рынке, но для нас с вами это мало что значит Теперь давайте зайдём на Е-каталог и посмотрим, что в таком же бюджете предлагает нам наша розница Поставим ценник с запасом до 30 тысяч рублей Выставим галку на мощные смартфоны, ну и герцовочку выберем 120 Гц и выше И попробуем поискать Ну вот и все варианты Тот же Poco F3, также сюда почему-то не попал Poco X3 Pro, это тоже вариант Есть Mi 10T и парочка прошлогодних моделей Realme, которых уже практически нет в наличии И все эти смартфоны ощутимо дороже Оставлю ссылку на подбор смартфонов под видео, там есть фильтры на любой вкус и на любой бюджет А ну что, как вам GT Neo? Пишите в комментариях, как вам Dimensity 1200 и лично мне чипсет понравился Да и реализован он в этом аппарате неплохо, его не задушили программно, если не читать лока на игровой FPS Судя по всему, тут хорошо продуман отвод тепла, отсюда и нагрев корпуса, но всё в рамках разумного Не хватает только глобалочки Ну а в остальном аппарат получился по-моему весьма интересный А у меня на этом всё, ссылки на мои соцсети в описании, присоединяйтесь, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok